Безочередейно, сразу после полуночи, первые рейсы на турецкие курорты из Пулково отправились еще ночью. С 10 августа улететь в Анталью, Бодрум и Даламан можно из Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону. Перевозить пассажиров взялись 13 авиакомпаний, три из них турецкие. Во всех самолетах отдельные места для пассажиров с подозрением на коронавирус. Предосторожности неудивительны. По данным местного Минздрава, прирост новых случаев в стране небольшой, но постоянный. Впрочем, в Ассоциации туроператоров России говорят, что вспышкой это назвать нельзя. Но оптимизма отпускникам цифры не добавляют. Как и вероятность попасть в обсерватор при выявлении коронавируса у кого-то из пассажиров на карантин. По правилам должен отправиться не только он, но и соседи по креслам, как минимум шестеро. И если именно лечение страховка обычно включает, то изолироваться придется за свой счет. В сутки это от 50 до 100 евро, и стоимость тура не возвращается. Позитивный эффект коронавируса – люди стали внимательнее относиться к страхованию. Вчитываются в договор, берут расширенные полисы, например, на случай невылета, говорят эксперты. Покрытие при коронавирусе сейчас предлагают все компании. Пока он считается как стандартное заболевание. Но в будущем сумму могут пересмотреть. Но это вопрос не ближайшего полугода, поясняет исполнительный директор страховой компании ЕРВ Юлия Алчеева. У нас же достаточно много туристов, кто выезжает. Мы так или иначе экономику лечения за рубежом в разных странах понимаем. Если по истечении какого-то времени, это ни день, ни два, ни месяц, ни два месяца, страховое сообщество будет понимать, что вдруг экономика лечения именно ковида разительно отличается, то, наверное, страховая премия может быть скорректирована. Сейчас очень-очень преждевременно об этом говорить, потому что сейчас у нас нет еще никакой статистики. При этом, несмотря на заявления главы Турецкой Федерации отельеров о том, что цены на отдых повышаться не будут, путевки подорожали примерно на 10%. Сказывается курс валют. В среднем неделя на двоих по системе все включено обходится в 120 тысяч рублей. Самый дешевый вариант только с завтраками от 40. Стоимость перелета, по оценкам сервисов бронирования, поднялась по разным направлениям на одну пятую или треть. Ситуация может измениться, считают некоторые специалисты. Чтобы заманить туристов, цены могут снизить. Но в такой сценарий верят не все. Только в случае серьезного ухудшения эпид-обстановки, чего пока нет. А вот что весьма вероятно повлияет на стоимость отдыха? Курс лиры, которая переживает не лучшие времена, с начала года подешевела почти на 20%. По отношению к доллару достигла исторического минимума. Повлияло перекрытие турпотока. Он традиционно приносил около 35 миллиардов долларов в год. В 2019-м Россия заняла первое место по числу туристов, посетивших Турцию. Обогнав Германию и Болгарию, в стране побывали больше 7 миллионов наших соотечественников. В этом году на рекорд отпускники пойдут вряд ли. Наплыв переживают Сочи и Крым. До конца лета на российских курортах все плотно забронировано. И отказов в пользу Турции практически нет, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Объем продаж, он пока рано говорит, но бронирование, оно идет ровно, при этом не подрывая внутренний рынок. Операторы говорят о трех, там может быть пяти процентов. Но перебронирования с внутреннего рынка на выездной нет. Несколько сегментов потребителей. Это те, кто имели приобретенные туры, но из-за коронавируса отложили. Те, кто традиционно в это время, особенно в сентябре, едет в Турцию. Как рассчитывают представители туриндустрии, сезон растянется до ноябрьских праздников. Но даже осенью Турция вряд ли оттянет всех отдыхающих. Роль играют два фактора. Во-первых, самые доступные путевки у нас примерно на одну пятую дешевле самых простых зарубежных. И это без учета необходимости медицинских страховок от 2 до 10 тысяч на человека. И возможных штрафов за несоблюдение масочного режима. В некоторых турецких городах в общественных местах маски по-прежнему обязательны. Для туристов в том числе. Штраф до 9 тысяч рублей в переводе на наши. Другой момент. Границы. Опыт путешественников, которые из-за коронавируса весной оказались заперты в других странах, некоторых смущает. Впрочем, этот страх помочь побороть должны новые правила помощи туристам. Их подготовило правительство. В поправках в закон об основах туристской деятельности детально прописали, кто и как должен помогать отдыхающим в разных случаях при банкротстве, туркомпании или чрезвычайной ситуации. Так, при закрытии границ, к примеру, может быть принято решение о возврате средств за туры из фондов персональной ответственности туроператоров. В совокупности в них больше 2 миллиардов. В каких-то случаях на выручку отдыхающим будет по-прежнему приходить ассоциация турпомощь. Объединение туроператоров в сфере выездного туризма, комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Экстренную помощь по линии туроператорского сообщества получили абсолютно все при тех случаях, которые возникали. Просто не нужно путать, что в случае техногенных катастроф, либо коронавируса, это бремя уже лежит на государстве. Если же это по вине туроператора, то экстренную помощь всегда турпомощь оказывала и будет оказывать в полном объеме. Для этого средства в резервном фонде есть и достаточно, но они действуют только под комплексным туром, а не по отдельным услугам, либо кто самостоятельно туда выехал. В итоге новые правила должны повысить доверие клиентов к отрасли, дать туристам больше гарантий. Так, например, согласные им организовывать и управлять туристическими компаниями не смогут те, кто был судим или трижды за год был оштрафован за нарушение в сфере туристской деятельности. Александра Писарева, Вести ФМ